Итак, рассмотрим больных с таким сочетанием артериальной гипертензии и сахарный диабет. Вот, кстати, Европейское общество кардиологов по диабету, преддиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, разработанные совместно с Европейской ассоциацией по изучению диабета, написали, что до 80% больных с сахарным диабетом умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Раньше кто занимался больными с сахарным диабетом? Эндокринологи. И боялись всегда гипо- или гипергликемических ком. Однако, вы посмотрите, львиная доля летальности приходится именно на сердечно-сосудистую патологию. Поэтому сейчас это мультидисциплинарная проблема. Сейчас этими пациентами занимаются и кардиологи, и семейные терапевты, и невропатологи, и нефрологи, и многие-многие другие врачи разных специальностей. Вот жизнь с сахарным диабетом. У этих всех людей был сахарный диабет. Однако, вы узнали, да, кто тут? Кто это? Это Федор Шаляпин. Наш знаменитый бас, российский бас. Зыкина. Пресли. Ну тут, я думаю, Никита Сергеевич. Наверное, тут он сфотографирован вон, когда он туфлю в нем стучит. Черчилль. Несмотря на огромное количество факторов риска, сигара не вынималась изо рта буквально, да, заканчивалась, прикуривалась следующая. Алкоголь, армянский коньяк тоже постоянно очень любил. Избыточная масса тела. Но о волнении, о волнении у человека огромное количество. Несколько инсультов перенес, артериальная гипертензия. И дожил до очень преклонного возраста. Ну и дальше Хемингуэй, Эрнест Хемингуэй. Ну, правда, умер все-таки в довольно молодом возрасте. И так далее, и так далее. Вот видите, наличие сахарного диабета не помешало этим людям достичь таких высот в искусстве, в живописи, в театральном искусстве, в политике и так далее. А вот давайте мы разберем клинический случай. У нас есть мужчина с 48 лет, работает водителем. Давайте будем ему помогать. Как оставаться молодым, здоровым, вечно, вечно, без жалоб, без всего. Он пришел к нам с жалобами на повышение давления до 170 на 100 мм тутного столба. Ну и присущие повышенному давлению жалобы. Головная боль височной, затылочной области, головокружение, мелькание мушек перед глазами, одышку при умеренной физнагрузке, сухость во рту. Отмечает снижение зрения и увеличение массы тела. Около трех лет тому был выставлен диагноз сахарный диабет второго типа. Хроническая болезнь почек под вопросом ставили. И четыре года страдает повышенным давлением. Но он действительно страдает, потому что он ничего не делает, чтобы снизить это давление. Как и большинство наших пациентов, или во время криза, приема препаратов, или попринимал, как говорят, курсовое лечение и оставил. Несмотря на такой букет заболеваний, пациент много курит. Плюс алкоголь употребляет умеренно. Ну вот Лариса Ивановна говорила, да, для мужчин до 20 грамм этанола. Это врачи советуют. Однако, даже славянский менталитет. Чем больше, тем лучше. Какие 20 грамм? Семейная анамнез. Отец больного скончался в возрасте 51 года от острого инфаркта миокарда. Родной брат перенес операцию аортокоронарного шунтирования в возрасте 56 лет. Мать и сестра страдают артериальной гипертензией и сахарным диабетом второго типа. Видите, очень осложненная, да, анамнез. Когда мы посмотрели на него, измерили давление. Офисное давление было 159 на 98, ЧСС 88. Со стороны внутренних органов и систем без особенностей. Обращаю на себя внимание, вес 96 при росте 176 сантиметров. Индекс массы тела 30,1 килограмма квадратный метр. Окружность талии 101 сантиметра. Норма для мужчин до 94, а для женщин 80. Итак, мы видим у нашего пациента явные признаки абдоминального ожирения. Биохимический анализ крови. Опять-таки, посмотрите на эту липидограмму. Холестерин общий 7,85 при сравнительной норме липопротеидов защитных очень высокой плотности. Холестерин липопротеидов низкой плотности 5,18, очень низкой 1,5. Три глицериды 3,3, понятно, сахарный диабет. И индекс атерогенности 5,17. То есть мы видим четкие изменения липидограммы у этого пациента. Дальше. Мочевина 9,8, креатинин 0,22. Посчитали скорость клубочковой фильтрации. Запомните эту цифру. 58 мл в минуту. 58. Есть заболевания почек, как вы считаете. Если есть какая стадия, вот по скорости снижения клубочковой фильтрации. Можно уже делать выводы. Плюс еще и креатинин, и мочевина. Есть заболевания. Была выявлена микроальбуминурия. 260 мг в сутки. Посмотрели содержание глюкозы. Неоднократно. 7,1, 7,7. Гликозилированный гемоглобин 6,7. Тоже все выше нормы. А пациент не принимает никакие сахароснижающие, не только снижающие уровень артериального давления, но и сахароснижающие препараты. Он тоже не принимает. Провидно мониторирование артериального давления. Что мы видим? Средние цифры 171 на 91 при норме ниже 135,85. Обращает на себя внимание повышение уровня артериального давления не только в дневное время, но и в ночной период. Плюс, посмотрите, резкое повышение в наиболее опасный предутренний период, когда и возникают все эти осложнения. Инфаркты, инсульты, нарушение ритма сердца вплоть до внезапной коронарной смерти. Эхокардиография. Резко выраженные признаки концентрической гипертрофии. Межжелудочковая перегородка 1,7, левая стенка 1,7. При сохраненной сократительной способности 68%. У пациентов с артериальной гипертензией довольно долго сохраняется в норме фракция выброса. Смотрит окулист нашего пациента и пишет препролиферативная диабетическая ретинопатия. Какой клинический диагноз мы поставим? Основной, как вы считаете, какой основной? Вы кардиологи, вы терапевты, семейники, поэтому гипертоническая болезнь. Какой стадии? Вторая стадия. А почему не третья? Да, он еще, слава богу, не дошел до инфаркта, до инсульта. Да, степень, тоже вторая, третья, ну мы там дальше посмотрим. Так, сопутствующий, вот сахарный диабет второго типа. А какой риск у нашего пациента? Очень высокий. Почему вы решили, что очень высокий? Не просто сахарный диабет, а есть поражение уже органов мишени и есть факторы риска. Вот давайте мы посмотрим. Вот сахарный диабет с поражением органов мишени или фактором риска. При его степени артериальной гипертензии риск очень высокий. Если бы просто был сахарный диабет, был бы высокий риск. А тут до 25% возможности летальности в течение ближайших 10 лет. А теперь давайте с почками разберемся. Мы видели у него креатинин повышен, мочевина была, скорость клубочковой фильтрации 58. Итак, мы видим, что у нашего пациента есть заболевание почек. Причем третьей стадии уже есть, развивается почечная недостаточность. Поэтому в отношении лечения мы должны лечить почки. Мы должны заниматься органопротекцией, в частности, ренопротекцией, кардиопротекцией, церебропротекцией и лечить осложнения у нашего пациента. Клинический диагноз. Гипертоническая болезнь второй стадии, третьей степени, риск четвертый, очень высокий. Гипертрофия левого желудочка. Ангиопатия сосудов глазного дна, микроальбуминурия. Сердечная недостаточность второй стадии, третья по нью-йоркской классификации. И сопутствующие заболевания сахарный диабет второго типа, средней степени тяжести, субкомпенсирование. Заболевания почек, третьей стадии, дислепидемия и ожирение. С учетом особенностей именно нашего пациента, какое лечение мы изберем? Какого целевого уровня давления необходимо достигнуть? Сегодня уже был этот вопрос. 140 на 90. Мне было очень горько и обидно, когда читала лекцию, рассказывала, что у нас в Украине 140 на 90. Мы отличаемся от Европы, в которой у больных с сахарным диабетом уровень 140,85. И так далее, и так далее. Рассказывала, почему у нас такие цифры. И вдруг вчера задается вопрос, и чуть ли не единогласно все говорят, 130,80. Было же раньше такое. Так это же раньше, но мы же только что, только что были на лекции. Итак, 140 на 90. Первое. Второе. Какие характеристики антигипертензивного препарата следует учесть при выборе терапии? Независимо от другого сахара. Что, что? Неучастие в углеванках. Правильно. То есть метаболически или нейтрально, а еще лучше, с положительным эффектом. Плюс препарат должен обладать органопротекцией. Нам же надо защищать. Надо почки, сосуды глазного дна, церебральные сосуды, кардиальные сосуды и так далее. А реально ли предупредить или замедлить развитие у пациента с артериальной гипертензией и сопутствующим сахарным диабетом? Осложнение заболевания. Реально. Но когда реально? В каком случае? Если мы будем достигать целевого уровня... А вы знаете, как у нас в Украине достигают целевой уровень больные с сахарным диабетом? Это данные профессора Маньковского. 14% только. Больные без сахарного диабета, только с артериальной гипертензией? 16-20% всего-то. Поэтому это большая проблема. Есть за что бороться. Вот у тех пациентов, у которых мы достигнем целевого уровня, да плюс еще используем препараты, которые будут защищать органы мишени, в этом случае мы можем избежать этих осложнений. И какой вариант антигипертензивной терапии вы бы предпочли? Больной очень высокого риска. Конечно, конечно. У пациентов высокого, очень высокого риска. Мы с самого начала идем на комбинированной терапии. Здесь монотерапия не проходит, у нас нет времени. У пациента грозит возникновение инфарктов, инсультов. Может умереть, не дождавшись, так сказать, нормализации давления и всех остальных. Вот унифицированный клинический протокол 2016 года. Рекомендованное целевое давление ниже 140 на 90 для всех категорий пациентов. Дальше. Американская диабетическая ассоциация. Какие рекомендации она дает? Пациенту с систолическим давлением 130-139 или диастолическим 80-89 рекомендуется изменение образа жизни в течение трех месяцев. При отсутствии достижения целевого давления переходим на медикаментозную терапию. Но мы и тут отличаемся все-таки от рекомендаций американского общества. Мы с самого начала назначаем терапию. Почему? Потому что наши пациенты, к сожалению, не хотят меняться, не хотят менять образ жизни. Легче принять одну чудодейственную таблетку для того, чтобы решить все проблемы. Дальше. Пациенту с систолическим давлением более 140 или диастолическим более 90 рекомендуется медикаментозное лечение в дополнение к изменению образа жизни. Американцы уже давно пришли к выводу, будет действовать медикаментозная терапия, то есть таблетки будут действовать только у тех пациентов, которые борются за свое здоровье. Изменение образа жизни состоит из снижения веса, даже диеты, уменьшения потребления натрия, но увеличения калия, уменьшения алкоголя, уменьшения алкоголя, увеличения физической активности. Вот в отношении физической активности. Какая активность должна быть? Ходьба. Ходьба, конечно. А как часто, как длительно? Не менее 30 минут. Не менее, ну вообще считается 45. 5 километров. Где-то так. А сколько шагов? Есть и по шагам, это проще. Сейчас много шагомеров вручных. 10 тысяч. 10 тысяч шагов, да. Итак, плюс еще одно. Вот вы знаете, Даш диета. Это единственная диета, которая вошла в книгу рекордов Гиннеса. То есть всем миром она была признана. Следующее. Обязательен прием ингибиторов и сортаном, или сортанов. Опять-таки, это класс препаратов, который доказал свою состоятельность. Следующее. Рекомендуется комбинированная терапия, так как это пациенты высокого, очень высокого риска. Два или более препарата в максимальных дозах для достижения целевого артериального давления. Еще одно. Последнее время было показано, что можно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений, если мы будем назначать антигипертензивную терапию перед сном. Поэтому звучит. Предписано применение одной или более антигипертензивного препарата на ночь. На ночь. В основном наши пациенты нон-диперы. Поэтому самое большое количество осложнений именно в ночное время. Поэтому для защиты мы и берем. Дальше. Если применяются ингибиторы, сортаны или диуретики, необходимо мониторировать функцию почек и уровень калия. И еще одна проблема. Это беременные женщины. Во время беременности для пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией целевой уровень давления должен быть, посмотрите, обратите внимание, 110-129 и диастолическое 65-79 для сохранения материнского здоровья и снижения патологии плода. Ингибиторы и сортаны у этих пациентов категорически противопоказаны. Обладают тератогенным эффектом. У пациентов с такой коморбидностью артериальной гипертензии и сахарный диабет более высокие цифры артериального давления, которые трудно нормализовать. Вот посмотрите, средний уровень давления в Украине. Если чистая артериальная гипертензия, которая крайне редко бывает вообще у пациентов наших, средний уровень 154,6 на 92. Но если присоединяется сахарный диабет, то цифры 162,95. Причем, по данным исследования, статус, который проводился на наших с вами пациентах, было показано, что это больные, которые в массе своей, в основном, принимают антигипертензивную терапию, и монотерапию 18, и комбинация двух препаратов, каждый третий, и больше 39% принимают комбинацию, состоящую из более трех препаратов. То есть это больные лечатся, они хотят лечиться, но, к сожалению, не достигают целевого уровня. Какие же причины? Ну, первая причина, конечно, надо у пациента спросить, поинтересоваться, а принимает ли он лечение? Такое тоже есть. Мы иногда ставим резистентную или рефрактерную артериальную гипертензию, не узнав, а принимают больной препараты или нет, действуют ли они. Итак, причины недостаточной эффективности – гипертонус симпатической нервной системы. Кроме того, в более чем 70% случаев у пациентов с артериальной гипертензией имеется избыточная масса тела. А что делать, если у больного с сахарным диабетом на предпочтительных комбинациях? Не удается достичь целевого уровня артериального давления. А, кстати, а что такое предпочтительные комбинации? Какие комбинации мы будем называть предпочтительными? Антагонист кальция плюс ингибитор АП. Так, есть, еще. Антагонист кальция с ингибитором или с артериальной гипертензией. Значит, давайте так, давайте по порядку. Диуретик с ингибитором, с антагонистом или с артериальной гипертензией. Дальше. Антагонист кальция с ингибитором или с артериальной гипертензией. С артериальной гипертензией. Категорически противопоказан ингибитор и с артериальной гипертензией. В 2013 году появляется новая приемлемая комбинация бета-блокатор и диуретик. И в 2013 году появляется раздел так называемых других препаратов, в которые входят центральные симпатолитики и что еще? И альфа-блокаторы. Но вот мы сегодня немножко более подробно рассмотрим максонидин, центральные симпатолитики. Почему они вошли для лечения у пациентов с сахарным диабетом? Ну, во-первых, максонидин это очень хороший игрок в комбинационной терапии. Его можно комбинировать абсолютно со всеми. С диуретиками, с артериальной гипертензией, ингибиторами, антагонистами кальция. Можно с бета-блокаторами. Но должна быть все-таки какая-то настороженность. И чаще снимаем электрокардиограмму. Максонидин эффективно снижает артериальное давление в комбинированной терапии у пациентов с артериальной гипертензией с сахарным диабетом. Но мы с вами еще говорили, какие препараты мы будем брать, выбирать, основываясь на метаболической нейтральности или улучшении каких-либо свойств. Так вот, максонидин улучшает чувствительность ткани к инсулину у пациентов с артериальной гипертензией и инсулинорезистентностью. Обратите внимание, как менялся индекс чувствительности ткани к инсулину у пациентов, которые принимали максонидин. И наоборот, ухудшался индекс у тех пациентов, которые не принимали центральные симпатолитики, а принимали обычную антигипертензивную терапию. Мы говорили, что препараты должны обладать органопротекцией. Максонидин оказывает нефропротекторный эффект, причем независимо от степени снижения давления. Препарат сравнивали не с плацебо, а сравнивали с антагонистом кальция, с нейтронодипином. И посмотрите, более эффектно, конечно, выглядит максонидин. Одним из спонсоров нашего заседания является фирма Верфакфарма. Вот Верфакфарма имеет максонидин под названием Максогамма. Чем очень удобно? Разные дозы. 0,2, 0,3, 0,4. Пациенту не надо заморачиваться, ломать голову или ломать таблетки. Не знаешь, какие дозы он принимает. Здесь всегда можно выбрать ту дозу, которая необходима именно конкретно вашему больному. Что необходимо помнить? Когда мы назначаем максогамму, назначаем обычно 0,2 мг. И в течение двух недель контролируем давление. Только через две недели мы можем делать вывод, подходит эта доза или не подходит. Если не подходит, мы удваиваем дозу. И опять две недели наблюдаем за нашим пациентом. Следующий вопрос. А нужна ли коррекция гиполипидемической терапии? Вы помните, там 7 с чем-то холестерин, 3 глицериды и тому подобное? Как вы считаете? Диабетик даже независимо от уровня холестерина. Абсолютно верно. Мы даже не ориентируемся на цифры ни холестерина, ни липопротеина в низкой плотности. Если у нас есть сердечно-сосудистые заболевания у пациента и сахарный диабет, пациент относится к высокому, очень высокому риску, мы обязательно должны назначить гиполипидемическую терапию. Тем более, унифицированный протокол говорит, для того, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых катастроф, всем пациентам с артериальной гипертензией высокого, очень высокого риска, обязательно необходимо назначить статины, которые нивелируют действие такого значительного фактора риска, как гиперлипидемия. А что говорят международные рекомендации по поводу, какого уровня необходимо достигать липопротеидов в низкой плотности? Если пациенты очень высокого риска, если у пациента сахарный диабет 2 типа и есть сердечно-сосудистые заболевания или болезнь почек, и у тех, кто без сердечно-сосудистого заболевания, но старше 40 лет, с одним или более фактором риска или поражением органов мишени, целевой уровень холестерина липопротеидов в низкой плотности должен быть ниже 1,8. Достичь очень сложно, поэтому эксперты советуют, если не удается достигнуть, то хотя бы на 50% снизить. У пациентов высокого риска, то есть сахарный диабет, без факторов риска или поражения органов мишени, целевой уровень липопротеидов в низкой плотности будет ниже 2,6 мм. Ну и вот профессор, который всю свою жизнь занимался сахарным диабетом, он писал, эпоха диабетических ком прошла, настала эпоха поздних осложнений диабета. Вот так видит мир человек без сахарного диабета, а вот так сужается поле зрения, помутнение больной с сахарным диабетом. Вы все, наверное, знаете французского художника Поля Сезана. Вот на что вы обращаете внимание, когда смотрите на картину «Гора святой Виктории»? Размытость. Размытость такая. До настоящего времени искусствоведы копья ломают. Говорят, это своя манера такая у художника. Вот он так пишет. Однако все гораздо банальнее. Поль Сезан страдал сахарным диабетом, и он просто так видел мир окружающий. Дальше. Следующая проблема – диабетическая стопа. Это действительно громадная проблема не только у нас в Украине, но и во всем мире. У больных с сахарным диабетом наблюдается значительный дефицит витамина В1. Основная причина – снижение абсорбции тиамина в почечных канальцах. Вот здоровые пациенты группа, вот диабет первого и второго типа. Вы видите, на 25% только имеется, вернее, на 75% снижен витамин В1. Эффективность бенфотиамина в терапии пациентов с диабетической нефропатией. Было проведено двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. И бенфотиамин оказывает протективное влияние на ранних стадиях диабетической нефропатии. У принимавших бенфотиамин значительно улучшились показатели уровня тиамина. Верфакфарма выпускает препарат под названием бенфогамма, бенфогамма-300. Для лечения недостаточности витамина В1 принимается одна таблетка в сутки. Ну и можно посмотреть в инструкции, как, если недостаточно, какой длительности, обычно 6 недель прием и так далее. Дальше. Для лечения диабетической нефропатии фирма выпускает тиагамма-турбо. Это альфа-липоевая кислота. Кроме того, есть одно из новых показаний для назначения тиагамма. Профилактика и лечение атеросклероза. Понятно, что это не вместо статинам. Нет, но вместе со статинами очень хорошо в комплексе. Ну и мы уже говорили о магнероте. Это препарат, который можно использовать не только для профилактики, но и для лечения магниевого дефицита. Особенно магниевого дефицита, который возникает у пациентов с нарушением ритма сердца. Ну и давайте вспомним опять о нашем пациенте. План лечения, диета и физическая активность мы разобрали. Ингибитор или сортан любой, хотя в принципе в исследовании Эдванс было доказано, пириндоприл, хороший на основании Эдванса, делается такой вывод. Дальше диуретик. А почему бы не ксипогамму взять 5 мг? Что такое ксипогамма? Это диуретик тиозидоподобный, который можно использовать как у пациентов с артериальной гипертензией раз в сутки, так и препарат очень хорош при различных отеках, кардиального происхождения, почечного происхождения, при рефрактерной сердечной недостаточности. Но там больше дозы. Дальше. Если не помогает, усиливаем терапию блокатором кальциевого канала. Дальше. У нас в резерве есть максогамма. Мы уже говорили об аторвостатине. Агрессивная терапия должна быть, большие дозы статинов, ацетилсалициловая кислота 100 мг. Мы помним, что именно 100 мг полностью будет влиять на тромбин и метформин. Опять-таки мы видели, что у пациента высокие показатели глюкозы. Лечение таких пациентов начинаем с метформина. И для оптимизации лечения и профилактики осложнений бенфогамма-300 и магнерот. Благодарю за внимание. Приятного дня!